Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо организаторам за возможность выступить на этой конференции. Доклады просто замечательные, очень интересные. Есть о чем поговорить, есть какие контакты наладить. Тема моего сегодняшнего доклада посвящена химии, химии кетонов с ацетиленами, в частности этим реакциям в супероснованных средах. Катализируемые супероснованиями реакции кетонов с ацетиленами открыли путь к различным каскадным превращениям, которые приводят к такому большому многообразию карбо-циклических и гетеро-циклических соединений. Каждая из таких каскадных сборок, ну вообще каскадных реакций, каскадов, вот здесь представлены разные абсолютно каскады, они естественно все уникальны, так же как вот и представлены на картинках. Но есть у них в своей вот этой уникальности какие-то общие закономерности, общие особенности, которые еще более уникальными их делают. Ну во-первых, из нескольких молекул в этих реакциях собирается одна большая молекула, что подразумевает многостадийность реакции. Но все это происходит не вынимая промежуточные продукты, то есть в одном реакторе, то есть нет необходимости какие-то помежуточные выделять и запускать дальше, а все в одном реакторе собираются вот такие большие молекулы, карбо-циклические. Что еще интересного, что изменяя немножко природу исходных кетонов или ацетиленов, изменяя немножко условия, основания и так далее, мы можем направлять реакцию то в одну сборку, то в другой продукт, то в один, то в другой продукт. И самое тоже важное, конечно, свойство – это селективность. Селективность как хемоселективность, так в случае, если у нас образуются различные диастеремеры, в основном эти реакции оказываются диастерия-селективны, что тоже очень ценно в том же синтезе фармацевтических препаратов, прекурсоров, фармацевтических препаратов и так далее. В основе этих реакций лежат две фундаментальные, вообще говоря, этих сборок. Лежат две фундаментальные реакции – это реакция присоединения этинит-иона по карбонильной группе кетонов, это реакция этинелирования с образованием спиртов, и недавно открытая реакция цивинилирования, то есть присоединение карбониона кетона по тройной связи ацетилена. Химия этих превращений, вообще говоря, связана с уникальной особенностью суперосновых средств, повышать как электрофильные, так и нуклеофильные свойства как ацетиленов, да, вот здесь вот нуклеофил, здесь электрофил, так и кетонов, электрофил, нуклеофил. В нашей лаборатории мы уже несколько лет занимаемся исследованием как самих фундаментальных реакций ацетилена, так и некоторых каскадных сборок с их участием. И вот если снова возвращаться к этим реакциям, да, наглядно видно, что у нас кетоны могут быть, значит, выступать электрофилом и нуклеофилом, а это вообще говоря в суперосновных средств приводит к чему? К реакции альдольно-кетоновой, может приводить к реакции альдольно-кетоновой конденсации, да. Соответственно, эта реакция должна иметь место в суперосновных средах. И да, действительно, действительно, значит, например, эта реакция является одной из ключевых стадий сборки таких интересных соединений, как ацилтерфенилы, да, вот здесь вот у нас конденсируются два ненасыщенных, бета-гамма ненасыщенных кетона. И дальше, значит, тут элиминируется тоол, ну и образуются ацилтерфенилы соответствующие. Помимо этого, конечно, сама по себе реакция альдольно-конденсации, в частности, вот конденсация ацетилена с образованием изофарона, такого достаточно широко используемого в промышленности соединения. Она тоже происходит в основных средах, но вот здесь, однако, достаточно жесткие условия, большое давление ацетона, высокая достаточно температура. Но не стоит забывать, что если мы возьмем не обычную основную среду, а суперосновную среду, то эти условия, в общем, могут значительно смягчиться. И очень даже может быть, что вот именно реакция образования вот таких циклических продуктов, она, собственно, затрудняет реакцию ацетона с ацетиленом, который действительно в сторону винилирования не происходит. Очевидно, что и в каскадных сборках с другими кетонами реакция альдольной конденсации, ну, например, каскадных сборок бициклоктанов, циклопентенолов, фуранов, довольно репетитативный такой квас различных соединений, которые все обладают, безусловно, потенциально обладают какой-то биологической активностью. Значит, реакция альдольной конденсации здесь будет мешать, должна, по идее, где-то сказаться в этих реакциях. И действительно, если мы посмотрим на литературные данные, то вот для большинства алкилорилкетонов, если их взять в реакцию с ацетиленом, то у них нормальные выходы получаются вот этих всех карбогетероциклических соединений порядка 60-98%, но вдруг неожиданно из этого ряда почему-то выпадает этилсиенилкетон. Выход падает немножечко. То же самое с циклорифатическими кетонами. Значит, в случае циклогексанона в реакции образуется вот такой вот тетроциклооксидеоксидекан. С нормальным выходом берем циклопентенон, выход неожиданно падает до 34%. Еще интереснее дело обстоит, если мы возьмем альфатические кетоны, например, такие, как третобутилметилкетон, изобутилметилкетон, даже адамантилметилкетон, мы будем получать бициклоктаны с хорошими более-менее выходами, но вдруг почему-то берем циклогексилметильный кетон, и выход падает до 20%. По нашему мнению, здесь, конечно, может играть какую-то роль в этих процессах, во всех снижении выходов именно альдольная конденсация. И мы, естественно, глядя на кетоны в соперосновных средах, сделали такое предположение, посмотрели литературу, и оказалось, что, к нашему удивлению, нет достаточно надежных описаний теоретических этой реакции в жидкой фазе, есть газофазные различные, но в жидкой фазе нет, тем более нет в присутствии супероснований. Поэтому целью нашего исследования явилась оценка кинетических и термодиамических характеристик альдольной-картоновой конденсации, такой классической реакции. И изучение роли этой реакции в процессе уже современных каскадных сборок с участием кетонов в катализируемых основаниях. Исследование мы проводили с использованием такой, так называемой, моносальватной модели. Что это за модель? В явном виде при моделировании реакции учитывается само основание, одна молекула ДАКО-ЛЮАЖ и одна молекула диметилсифоксида. Вот примерно так этот комплекс выглядит. И дополнительно еще происходит оптимизация всех структурных параметров в рамках континуальной модели. Ну а дальнейшее уточнение энергии и поправки на энергосалютацию представлено здесь на слайде. Более подробно мы рассмотрели механизм образования, значит, конденсацию на примере ацетона. Первой стадией этой реакции является обратимое образование янолят иона. Далее этот янолят ион присоединяется по карванильной группе кетона с образованием аниона кетола, протонирование которого приводит к кетолу. И дегидатация в кетоле в дальнейшем приводит к кротону. По-другому называется еще окость позитива. Значит, на первой стадии присоединения карбаниона по карбанильной группе молекулы ацетона, да, карбаниона кетона по карбанильной группе молекулы ацетона, у нас реакция происходит с небольшим барьером. Однако образующийся комплекс кетола оказывается несколько менее устойчив, чем исходные реагенты. Если же мы пойдем дальше и проведем реакцию дегидатации, она тоже происходит с не очень большими барьерами, порядка 15,5 ккал на моль в две стадии. Отрыв протона сперва, а затем элиминирование гидроксильной группы с образованием калюаж, да, и ДМСО. Вот образующийся кротон или окость мезетила, она тоже оказывается термодинамически неустойчива относительно исходных реагентов. Что таким образом получается? Что образование как кетола, да, диацетонового спирта, так и окость мезетила осуществляется с небольшими активационными барьерами. Однако оба продукта оказываются термодинамически менее устойчивы, чем исходные реагенты, и это приводит к обратимости обоих этих стадий, что наглядно проиллюстрировано прямыми и обратными активационными барьерами. Мы исследовали состав, термодинамику, вернее, для других различных кетонов олифатических, да, термодинамику продуктов как кетолатов, так и кротонов, для других олифатических кетонов, циклолифатических кетонов и алкилоароматических кетонов. И действительно для большинства из них образование продуктов конденсации оказалось термодинамически невыгодно. Исключение здесь вот составляет циклопентенон, конденсация которого в кротон приводит к существенному понижению энергии системы. И действительно вот это понижение образования кротона здесь может объяснять меньший выход, то есть так как образуется продукт конденсации, значит, чтобы оттуда выбраться, ему нужно гораздо больше энергии, ну а синтезы проводятся при одинаковой температуре. Возможно, если здесь бы повысить температурку, да, соответствующую где-то 5 килокалориям, да, к барьеру, то тогда мы бы получали больше выхода. Значит, большинство вообще говоря олифатических кетонов, ну в частности ацетона, да, могут претерпевать и дальнейшие превращения, дальнейшую конденсацию, более глубокую. Например, с образованием таких продуктов циклических, как изофарон, мы еще одну молекулу ацетона добавили, либо если также добавить еще одну молекулу ацетона к нашему кротону, то мы можем получить или продукт линейного строения, фарон. Мы исследовали эти процессы на первой стадии присоединения комплекса иенолята по двойной связи кротона, то есть это обычная реакция Михаиля, у нас превращение приводит к аниону-1,5-дикетона с не очень большим барьером, ну а дальше идет перестройка департонирования терминальной метильной группы, вот сюда в серединку, с образованием другого, более устойчивого, еще более устойчивого аниона-1,5-дикетона. Ну вот этот процесс уже чуть с большим барьером, 17,5 ккал. Но понижение энергии здесь уже довольно существенное, минус 8,5 ккал. Если же дальше мы попытаемся замкнуть внутримолекулярно, циклизовать этот продукт, то есть вот этим анионом на карбонильную группу, то мы будем получать циклический кетолат, кетол и дальше собственно изофарон. И здесь все процессы эти происходят с очень небольшими барьерами, циклизация всего 5,4, ну а дегидратация с барьером 12,6. И образующийся продукт оказывается очень устойчив относительно исходных. Суммарное понижение здесь составляет 19,5, понижение свободной энергии, 19,5 ккал на моль. Аналогичная ситуация наблюдается, если мы в качестве исходных возьмем три молекулы циклогексинометилокетона, то тоже получится понижение достаточно хорошее, 15,5 где-то килокалорий на моль. И действительно вот этот вот эффект образования циклических продуктов, то есть где у нас изофароновая структура может образовываться, у нас выходы падают. Выходы продуктов каскадных сборок, например, бициклоктана, они падают. Вот здесь вот в случае третбутильного или адамантильного это невозможно, тут нет протона, который бы мог соответственно перекинуться и образовать замкнуться внутримолекулярно. Тут его просто нет, потому что тут все насыщенные абсолютно группы. То и не влияет. В общем, нет такого эффекта. В случае же образования линейных продуктов типа форона, сама реакция происходит тоже с не очень большим барьером, но продукты, оказывается, линейные типа форона, они невыгодны термодинамически, поэтому они, в общем, не должны затруднять эту реакцию. Оказывается еще, что ацетон, вообще говоря, никак не удается ввести в реакцию цивинилирования, и, соответственно, открыть доступ к реакциям образования бициклоктанов, циклопетонолов, уранов. Именно этой реакцией, реакцией цивинилирования, запускаются вот эти вот каскадные сборки таких важных соединений. То есть, любой другой кетон может вовлекаться, а вот ацетон неожиданно выпадает из этого ряда. Из литературы известно, что, значит, если в качестве исходных, источником исходных ацетона и ацетилена взять спирт, вот этот вот пропоргиловый спирт, он под действием температуры разлагается на ацетон и ацетилен, то есть идет тут обратная реакция, и дальше таким образом, в общем, запускают реакцию сборок. Так вот, в случае спирта, образованного из ацетона и ацетилена, у нас в реакции обнаруживаются продукты только автовинилирования этого спирта, различные диоксиланы внутримолекулярные, значит, провинилированные, продукты винилирования диолов фаворского, ну и сами, в общем, продукты винилирования спиртов. Вместо вот этих вот каскадных, вот продуктов каскадных сборок. Мы попробовали, мы попробовали несколько изменить эксперимент, да, мы попробовали взять ацетон с ацетиленом напрямую и повысить концентрацию ацетона, предполагая, что, ну, таким образом мы, значит, сместим бронвесия от ацетиленирования в сторону винилирования, но мы, в общем, получили, неожиданно мы получили, что образуются продукты исключительно конденсации практически, да, и продукты вот дальнейших повещений с изофароном, собственно. В чем же причина, значит, такого поведения ацетона? Ну, безусловно, чтобы как-то разобраться, в чем тут причина, нужно попробовать посчитать, смоделировать возможные все, не все, конечно, ну, возможные пока не мере конкурирующие процессы к реакции ацетиленирования. А это какие процессы? Это льдольная конденсация, опять-таки, да, с вот этим изофароном, и процесс ацетиленирования, да, и автовинилирования, например, этого же самого с собой спирта. То, что и видят экспериментаторы, да, вот, видно, что образуются неожиданно продукты конденсации и продукты автовинилирования. Мы, в общем, смоделировали, да, построили, значит, рассчитали кинетические характеристики, темодинамические характеристики, вот реакция ацетиленирования, да, вот автовинилирование спирта, вот это вот синим, реакция конденсации ацетона, которая идет к изофарону, ну, а вот реакция ацивинилирования. Ну, и если смоделировать кинетические кривые по этим данным, то мы, безусловно, получим такую вот картинку. Если взять в качестве исходного пропоргиловый спирт, да, в соответствующей концентрации, то мы будем получать исключительно продукт автовинилирования. Ну, в данном случае это комплекс, да, вот этого автовинилированного спирта. Что и видят в эксперименте. Если же взять ацетон и ацетилен, как исходную, да, с большей концентрацией ацетона, то мы будем получать изофарон, что тоже видно в эксперименте. Ну, в каком-то смысле это отлично, потому что, значит, наша теоретическая и кинетическая модель работает, да, теперь мы можем пробовать менять концентрации, что-то изменять или подбирать какие-то другие, значит, основания, да, катаризаторы. Ну, а причина, по которой в этой реакции не идет, значит, винилирование ацетона, но связана с кинетической предпосительностью и тинилирования, автовинилирования, либо конденсации, да, либо конденсации. Ну, и в заключении я бы хотел остановиться на основных выводах, сделанных по данной работе, первое, значит, обратимость стадии присоединения яйнат-ионов по карбонильной группе и элиминирования воды, характерная для водных растворов оснований, наблюдается и в суперосновной среде. Так, конденсация двух молекул кетонов в большинстве случаев приводит к аммунически неустойчивым продуктам присоединения и дегидратации, и лишь существенное понижение наблюдается лишь в одном случае, при конденсации циклопентенона с образованием соответствующего кротона, и это может снижать выходы бицикла октана. И, значит, второе, образование устойчивых циклических продуктов при конденсации трех молекул кетонов, это, например, в случае ацетона или циклогексилметилкетона, здесь она тоже может снижать выходы бицикла октанов или других продуктов конденсации. Ну, а причины, по которым затрянутся винилирование ацетона, это, во-первых, осуществление реакции тинилирования с последующим винилированием или автовинилированием, и побочные процессы альдольной конденсации с образованием устойчивых, опять-таки, циклических продуктов, например, эзофарона. Все, спасибо за внимание.